Салам астарма, хрумит тетан застар. Добрый день, уважаемые друзья. Я начинаю свой прямой эфир. Сегодня основная цель прямого эфира это рассказать о жилищной программе ДВК, которая была опубликована два дня назад. Но прежде чем обсудить эту программу, как я сегодня отправил информационное сообщение, хотел бы рассказать о тех событиях, которые происходят в Казахстане. Это в первую очередь связано с действиями председателя Комитета национальной безопасности Карима Масимова, высший премьер-министра страны. Я хотел бы рассказать, что сейчас стоит ожидать и почему дельные события происходят в стране. Недавно был арестован известный бизнесмен Такмадий и многим это было воспринято, что идет рейдерская операция, как обычно происходит, когда у бизнесменов люди из власти забирают их бизнес. На самом деле, события носят более глубокий характер и я хотел бы это объяснить. Дело в том, что после того, как 9 декабря 2016 года я был выпущен из французской тюрьмы по решению высшего суда Франции, которая вынесла решение о том, что я преследуюсь по политическим мотивам, что фактически меня преследует Казахстан как политический оппонент Назарбаева и Россия и Украина используются казахстанскими властями, манипулируются для того, чтобы преследовать политический оппонент Назарбаева. Это, конечно, было неожиданное решение такая достаточно сложная операция, часть из нее, которая реализовалась. В чем суть операции? Операция заключается в следующем. Необходима дискретация Мухтара Аблязова, потому что наша власть прекрасно понимает, что по выходу из тюрьмы я буду заниматься активной политической деятельностью и в своем первом заявлении по выходу из тюрьмы я сказал, что я буду добиваться смены режима. Смены режима именно следующим образом. Это будет во главе этого режима стоит Назарбаев, его ближайшее окружение. Я буду добиваться поддержки народа и режим Назарбаева вместе с его узкой верхушкой будет отстранен к власти. Для того, чтобы эти планы мной не реализовались, была задумана программа дискредитации моей личной. Но старые попытки все время повторять одни и те же слова, что он украл 4 миллиарда, потом 6, потом 7,5. Сейчас вот наши казахские суды вынесли вообще заочное решение судебное, в котором говорится, что 20 триллионов тенге это уже порядка 70 миллиардов долларов. Но это уже не работает, потому что об этом уже говорится 8 лет и суммы растут в геометрической прогрессии. От 4 миллиардов теперь они выросли уже до 70 миллиардов долларов. Это фактически размер самобанковской системы страны. Поэтому спецслужбы решили скормить очередную сказку, но теперь уже более жестокую, сообщить, что оказывается Облязов был заказчиком одного убийства. Вот, собственно, идея таким образом дискретировать меня в глазах граждан страны. Где-то через 10 дней после моего выхода из французской тюрьмы был арестован бывший председатель Комитета национальной безопасности Нартай Дудбаев. Те же самые средства массовой информации, которые сейчас допускают как бы утечку, это КТК и Караван, они тогда написали, что якобы Нартай Дудбаев кому-то продавал государственные секреты. Но и при этом прямо говорили, что государственные секреты продавались Облязов. Ну, во-первых, я не знаю, какие такие секреты у нас есть в стране, которые вообще кому-либо можно продать, потому что все известно, открыто, и кроме нефти, газа и чего-то мы производим, зерно, там продавать нечего. Это открытые статические данные. То есть у нас секретов государственных нет никаких, если вот так серьезно говорить. Кроме секретов, связанные с хищением семьи Назарбаева, куда они его украли, куда они спрятали, собственно, вот все, больше нечего у нас спрятать в нашей стране. Поэтому, когда задержали Нартая Дудбаева, пошла версия, что якобы он каким-то образом действовал во вред государству. я уже понимал, что какие будут следующие действия из недр Комитета национальной безопасности, я получил информацию, что следующее действие будут, это будет фактически попытка нарисовать новое уголовное дело, и вот, собственно, недавно произошло, задержали Муратханом Токмади, но обвинение ему предъявили, якобы, что он у кого-то отобрал бизнес. При этом, параллельно, Комитет национальной безопасности через телевидение КТК и газету «Караван» так называемую эксклюзивную информацию, которая говорила, что вот, оказывается, Токмади участвовал там, организовал организованную преступную группу, похищение, убийство, не говорится, какие конкретно, в общем. Теперь я хотел бы в этой связи объяснить, что нам следует ожидать. Но перед этим я хочу изложить детали, которые достаточно большому кругу у бизнесменов известны, но широкому кругу населения не очень. Так вот, в декабре 2004 года на охоте погиб мой бывший партнер по бизнесу, это был мой младший партнер Ержан Тач. Он часто ходил на охоту и его партнером был, насколько я знаю, Токмади, я его никогда лично не видел, не знаю, не знаком, но, конечно, когда вот эта трагедия произошла, смерть Ержана Тачева на охоте, я узнал от родственников Ержана Тачева какие-то подробности. Ну, во-первых, что Токмади со своей семьей часто общался с семьей Ержана Тачева. Второе, Токмади получил кредиты на свой первый проект стекольный завод именно в банке БТА-банке. И, собственно, это событие произошло трагическое, по-моему, в субботу или воскресенье, и в машине присутствовал, собственно, сам Ержан, Токмади и охранник на переднем сидении. То есть, в машине было три человека. Сейчас сбрасывается усилиями разных людей, что, оказывается, его было в машине два человека, что неправда, это можно поднять материалы дела или печать поднять того периода. Я это специально узнавал. Вот. И пытается сказать, что вот произошел следующий сговор. Якобы Нартай Дудьбаев помогал Токмади и Токмади по его поручению произвел вот такое убийство. Вся эта версия выплывает через 14 лет после того, как все эти события произошли. Точнее говоря, через 13 лет. Через 13 лет. И она появляется, эта версия, только тогда, когда нужно было вытащить эту историю против политического оппонента Назарбаева. Есть решение суда о том, что это произошел случайный выстрел. Родственники Ержана Тачева это два его брата, недостаточно успешные в бизнесе. Один из них, младший брат Ержана, находится в списке форса. считается одним из богатейших людей страны. Ну и представьте себе, если бы у них были сомнения, что их старшего брата убили не по осторожности на охоте, а именно как специальной операции, то никакие деньги ему, не помогли бы никакая власть его не защитила. Вы понимаете, что в этом смысле реакция родственников была бы очень жесткая. Поэтому 13 лет у Тахмади не было никаких проблем, а тут вдруг все пошло. Но я об этом, что у него будут проблемы, знал. Мне где-то несколько месяцев сообщили, что спецслужба разрабатывает эту операцию. Операция выглядит следующим образом. Якобы Нарта и Дубай дал указание Тахмади, Тахмади выпил этот заказ, и Аблязов якобы получил контроль над своим банком. Ну, во-первых, банк, он был мой, мне не нужно было над ним получать контроль. И я сразу скажу, что с Тахмади я постоянно контактировал до этого трагического события два года подряд, пока я находился в Москве, и у меня с ним никаких проблем не было. Поэтому эта версия не работает, не сработает. Главная его цель, во-первых, дискретировать политического оппонента, второе, Карим Асимов разрабатывает следующую операцию. В эту программу борьбы с политическим оппонентом попадает человек, который находится около Назарбаева. Это у Тимуратов, бывший управляющий делами, считается якобы самый богатый человек Назарбаева. На самом деле, опять это общеизвестный факт, он является номиналом Назарбаева, который в пользу Назарбаева держит собственность. И сейчас Назарбаев обеспокоен тем, что когда он отойдет виной мир, его собственность может быть не переписана. то же самое у Тимуратов числится в журнале Forbes, как бы миллиардер. А завтра вдруг, когда эти события неожиданно произойдут, то Тимуратов скажет, слушайте, я всегда был миллиардером, вы вообще при чем? Вся собственность, вот она, юридически на мне оформлена. Поэтому Карим Васимов хочет эти тревоги и страхи Назарбаева использовать и фактически устранить окружение Назарбаева, стать единоличным контролером пространства вокруг Назарбаева. Ну, недавно, вы знаете, произошла ситуация, что один такой номинальный подставной собственник, Кенис Ракшев, был фактически выдавлен от владения Каскомерсбанком. Он просто номинал, это не его собственность. Ну, его просто поставили, сказали, что ты будешь его контролировать. Его тесть Имаголитес Магометов, который помогал Кенису Ракшеву, он фактически сейчас отправлен послом в Москву и удален от политического пространства групп Назарбаева, как один из предполагаемых конкурентов. У Тимратов он присутствует в другой группе, где руководитель один из раз президента есть Жак Сибеков и они вместе в тандеме. Поэтому эта операция по устранению политического конкурента сопровождается, во-первых, попыткой дискредитации, второе, при этом идея зачистить окружение Назарбаева устранить у Тимратова, пользуясь тем, что Назарбаев сейчас обеспокоен, что его собственность висит в воздухе на форме на постановных людям. Как вы знаете, Казкоммерсбанк забран фактически в собственность сейчас Халыкбанка, который контролирует Тимур Кулебаев. Тимур Кулебаев, они близкие друзья с Каримом Асимовым. То есть фактически идет попытка зачистить пространство вокруг Назарбаева, чтобы это пространство контролировал только Карим Асимов. И к чему это приведет? То есть когда наступит неожиданная ситуация, фактически Карим Асимов будет контролировать все финансовые потоки, все политические силы вокруг Назарбаева, и все эти конкуренты он постарается за это время ликвидировать, используя разный прием. И сейчас ситуация так сложилась, арестован Нардай Дудбаев, мой друг Мухтар Аджакшев, бывший глава Казатанпрома, из Алматы переброшен в Астану, его пытались, от него пытались получить показания против меня, против Нардай Дудбаева, и так, чтобы он дал показания в том числе и на Утимратова, что якобы Утимратов делает бизнес со мной, имеет какие-то связи, и под этим предлогом фактически, чтобы Утимратов был тоже задержан, устранен, и у него был конфискован его бизнес. Сейчас Джакшев, видимо, не удовлетворил их, не дал тех показаний, которые им нужны, он размещен в Карагандинскую тюрьму, Долинка, так называемая, у него было два кризиса, у него проблемы с давлением, никто ему эту медицинскую помощь не оказывает, в общем, у него сейчас очень тяжелое состояние, то есть, таким образом оказывается давление. И цель Карима Масимова добиться теперь от Акмадей признания вот для того, чтобы реализовать эту конструкцию. Мне, конечно, трудно представить, чтобы кто-то мог такие версии поддержать, чтобы себя самого уничтожить. Тем более, я, насколько слышал, это человек-самецмен, бизнесмен, наверное, не слабый человек, насколько я знаю, мне передавали. Поэтому мне в это трудно поверить, но в принципе это им не нужно. Они проведут закрытый суд, навесит всякие обвинения, как это бывает, а потом пресса начнет в лице КТК и каравана рассказывать о каких-то страшных убийствах. Поэтому я сразу хочу проинформировать, что это просто очень, скажем, неумелая попытка нарисовать какие-то отсутствуют, факты, которые, в принципе, никогда их не было. Самая главная цель таким образом Карим Масимов устранить конкурентов, хочет прийти к власти. Вот это главный посыл. Я в следующих репортажах уже буду, наверное, детально рассказывать, как он это делает, какие ресурсы использует, но сейчас цель сегодняшней прямой эфир немножко другая, поэтому я вот только, скажем, достаточно коротко излагаю по Кариму Масимову. Вторая часть сегодняшнего прямого эфира это по я же хотел подсказать о программе, жилищной программе ДВК. Дело в том, что у нас в Казахстане проблема жилья стоит черчайно острая. Я хотел бы просто привести такие факты, которые есть, они известны в мире. Например, в Соединенных Штатах Америки на одного человека приходится 75 квадратных метров жилья. В Англии приходится 62 квадратных метра жилья. В Казахстане на начало 2014 года приходится на одного человека в среднем по всей стране 21 квадратных метр считается. На самом деле нормативы не менее 30 квадратных метров и видно, что вы достигнуть уровня США и Англии нам еще что называется строить и строить. в стране по итогам 2016 года было издано 10,5 миллионов квадратных метров. на самом деле для того, чтобы добиться перелома, именно чтобы этого отставания не было, в стране нужно строить не менее 20 миллионов квадратных метров жилья. В этой связи мы разработали программу, которая на наш взгляд кардинально может изменить ситуацию на рынке жилья и обеспечить нашим гражданам страны жильем. Как мы ее хотим реализовать? Я сейчас несколько слов скажу собственно о программе, а в конце наверное я изложу как мы должны эту программу реализовать. на своем прошлом прямом эфире я говорил, что мы разрабатываем различные программы, экономические программы и мы как первый шаг начали озвучивать программу социально-экономических рекордов. Все эти наши действия они связаны то есть то что я делаю сейчас озвучку программу жилищной программы она связана с предыдущей программой, что поэтому вы должны смотреть на ситуацию в комплексе. Итак, что мы говорим? Мы говорим, что если демократический выбор Казахстана будет поддержан народом, если демократический выбор Казахстана придет власти, мы берем на себя обязательство в течение четырех лет построить 20 миллионов квадратных метров жилья. Почему 20 миллионов? Почему 4 года? Дело в том, что в мире нигде не существует никаких программ как в Казахстане 20-30, 20-50, 20-100 и так далее. Обычно новое правительство в лице различных партий претендентов на власть, они выходят со своими программами на период 4 года. То есть, они обещают своими избирателями выполнить тельные программы и говорят, что в течение четырех лет мы сделаем следующие действия. Они не говорят, мы сделаем 2030 или 2050 году. Никто им такого срока не дает. Срок 4 года максимум. Поэтому мы, собственно, исходя из этого подхода, тоже взяли четырехлетний период. И мы эти расчеты сделали. Мы видим, что это реальность. Можно сделать. Вот представьте себе, что в Казахстане сдается 10,5 миллионов квадратных жилья. И в основном наши граждане страны должны знать, как распределяется эти объемы. Из почти 5 миллионов квадратных метров жилья, которые строятся именно как квартиры, а именно не как дома, распределяется следующим образом. Астана за 2016 год сдала 2,2 миллиона квадратных метров. Алмата 1,8. Алматинская область 1,2. То есть фактически три региона Алмата, Алматинская область и Астана это основные объемы сдачи жилья. Фактически по всему Казахстану темпы очень низкие. И из более чем 5 миллионов квадратных метров жилья, это индивидуальное жилье, тоже основное приходится Алматинская область 1,2 миллиона, Алмата 843. То есть фактически Алмата, Астана, Алматинская область это половина индивидуального жилищного строительства. Как видите у нас вообще полные пропорции. Развивается Алмата, Алматинская область и Астана. Поэтому наша программа предполагает следующее действие. Мы хотим каждый год организовать строительство жилья именно многоквартирно не менее 5 миллионов квадратных метров в год. И за 4 года соответственно построить 20 миллионов квадратных метров жилья. При этом этим жильем будет обеспечен 1 миллион человек. 1 миллион человек. Теперь вопрос стоит кто и как может получить доступ к этому жилью. Фактически каждый год будет сдаваться 250 тысяч жилье на 250 тысяч человек. Мы полагаем строить жилье эконом-класса когда норматив считается следующим образом на одного человека 20 квадратных метров. То есть все те кто предоставит данные о том что у них квадратный метр на одного человека менее 20 квадратных метров например 18 то есть они могут претендовать на то что могут войти эту программу жилья. Мы полагаем что если мы организуем темпы строиться 5 миллионов квадратных метров жилья в год то необходимо из бюджета страны выделять где-то порядка трех миллиардов долларов на реализацию этой программы и жилье которое будет строиться будет стоить с полной отделкой не под чистовым как часто у нас строители сдают а именно полная отделка это под ключ когда в квартире есть все условия для того чтобы уже на следующий день жить то есть все коммуникации кухня сантехника отделка платильные шкафы все это будет уже готовы и максимальная цена будет 600 долларов за квадратный метр но это я называю сейчас долларов эта программа будет только в тенге никаких курсовых колебаний будет выдача жилья будет оформлен в виде кредита и оформлен в виде тингового эквивалента доллара это я условно говорю почему я называю доллара для того чтобы нынешние строители не поставили под сомнение не стали аргументировать что такое жилье невозможно построить то есть жилье под ключ 600 долларов абсолютно любой вам строитель скажет что он в состоянии будет построить жилье если инфраструктура будет подведена государством если земля будет предоставлена государством то и эти 600 долларов строительная компания легко укладывается еще зарабатывает прибыль и хочу отметить что это максимальная цифра в реальности в регионах конечно цифра будет меньше сейчас вот я получил записку когда мне пишут говорят ну это очень дорого потому что вот у нас в тех или регионах есть программа 130 тысяч тенге за один квадрат метр это порядка 400 долларов за квадратный метр но это по чистовую отделку это еще нужно столько же денег потратить чтобы его довести до подключ поэтому мы вот такую программу предложили с полной отделкой что в этом случае предполагается кто будет иметь доступ и на каких условиях во-первых ставка будет 5% годовых тенге доступ будет иметь молодые люди в возрасте по нашей программе до 25 лет но сейчас к нам идут обращения чтобы мы программу скорректировали сделали до 30 лет мы эти сейчас замечания которые получили мы все это внесем в качестве корректива программы так вот это молодые семьи и семьи имеющие одного или более ребенка при этом уже ограничений на возраст нет никакого эти земли будут выделяться под строительство жилья во всех областных центрах во всех городах и в различных районах страны они не будут программы не предназначены для того чтобы основной объем построить в Алма-Ате и Астане это будет перераспределено по всей стране там где есть спрос далее каким образом будет происходить собственно сама реализация в этом проекте будут участвовать банки по как выступающие агентами правительства банки будут оформлять кредиты по ставке 5% годовых тенге 3% годовых останется у банка как вознаграждение 2% забирает правительство очень многие задают вопрос почему в этом опять участвуют посредники банки и предлагают чтобы эту программу выполняли некие государственные специализированные компании на самом деле это в этом нет необходимости потому что банки специально имеют подразделения которые умеют оформлять кредиты у них есть специалисты которые могут оценить состояние заемщика они сопровождают этот проект если мы даже такую государственную компанию создадим это нужно опять набирать людей покупать технику помещение то есть уже делать то что другие умеют очень хорошо то есть максимальная годовая ставка будет 5% годовых сейчас так называемая программа Нурлжо Нурлжет по-моему называется ставка 10 годовых разницу свыше 10% компенсирует государственные ипотечные компании нужно внести 30% первоначальный взнос это скажем так по нашему мнению это очень непосильная скажем задача для многих семей поэтому мы оценили и пришли к мнению что 5% первоначальный взнос это достаточный таким образом ставка будет 5 годовых и первоначальный взнос 5% и срок кредита 20 лет который будет разбит равными платежами на каждый год теперь вторая часть это арендное жилье арендное жилье это мы привлекаем то есть мы полагаем что существует семьи у которых нет такой возможности сразу внести сумму 5% но которые в состоянии просто обслуживать арендную сумму которая защитывается собственно стоимость выплаты квартиры в этом случае мы полагаем что это могут быть молодые семьи или семьи и одинокие одинокие матери или отцы в этом случае нет ограничений по возрасту ко мне пришли вопросы где я говорил что нам 40 лет или более мы давно стоим в очередь не можем получить возможность участвовать в тех или иных программах наша программа не предполагает никаких ограничений по возрасту те семьи у которых есть дети один и более здесь ограничений по возрасту нет ну и собственно нами расписан механизм мы предполагаем чтобы это не было возможности коррупции люди могут автоматически регистрироваться мы создадим специальный сайт портал который будет предполагать автоматическую регистрацию участников этой программы я хочу отметить теперь значит ряд вопросов которые задавались по этой программе по программе жилищной программе ДВК ну первый вопрос задает вопрос а как быть с тем если будет будут желающие приобрести другое жилье за эти же деньги да мы предполагаем что если граждане приходят в банк они могут взять на вторичном рынке жилье которое попадает под эти требования а именно когда стоимость квартиры будет не более 600 долларов за квадратный метр и когда заемщик будет в состоянии внести первоначальную плату 5% от суммы кредита поэтому эта сумма распределяется не только на строительные проекты но и на вторичный рынок это уже сам вопрос покупателя и банка который разрешает провести такую операцию теперь значит следующее задают мне вопросы а что же быть как быть с индивидуальным строительством коттеджные дома и там все прочее я хотел проинформировать что это для по этим вопросам будет предложена отдельная программа программа именно связанная с распределением 10 соток по которому есть специальный закон со стороны правительства который обязалась каждому гражданину Казахстана выделить 10 соток земли мы в этой связи предложим отдельную программу и программа будет выглядеть следующим образом что в год Казахстан должен строить минимум 20 миллионов квадратных метров жилья только при таком объеме производства строительства наша страна в состоянии преодолеть жилищный кризис то есть фактически нам нужно в два раза увеличить объем на самом деле это очень несложная задача но представьте себе что 5 миллионов квадратных метров это приблизительно Алмата и Астана то есть нам достаточно выделить ресурсы по всей стране и тогда дополнительные 5 миллионов квадратных метров легко будет построены в течение одного года каждый год мы можем легко сдавать по 5 миллионов квадратных метров плюс будет еще программа развития жилищного строительства и абсолютно посильные задачи вместо того чтобы строить разные проекты типа экспо универсиада азиата и другие проекты мы сумеем организовать темп строительства 20 миллионов квадратных метров в год я хотел бы сказать следующее все эти наши проекты и предложения они реальные и посильные многие наверное будут задавать вопрос а где взять 3 миллиард долларов меня я надеюсь слушать экономисты и они могут выступить моими квалифицированными оппонентами если мы каждый год будем вкладывать экономику в страны 3 миллиарда долларов а деньги есть о них отдельно скажем то это фактически будут новые рабочие места по всей стране новые рабочие места это будет приводить к тому что будут поступать большие налоговые платежи в бюджет страны то есть фактически это стимулирование всей экономики страны и поступление доходов то есть эта программа даст серьезный стимул развития экономики теперь очень важный момент как я в начале своего выступления сказал мы все должны понимать что эта программа жилищная она не сама по себе идет отдельно надо ее смотреть в связке предыдущих на нашем выступлении а именно некоторые граждане проводили свои расчеты они говорят что вот первоначальная сумма 5 процентов это много вот наши доходы текущие такие-то нам это будет сложно это не так почему потому что мы когда прошлую программу свою заявляли мы говорили что мы берем на себя обязательства когда минимальная заработная плата будет уже буквально на следующий год после того как мы как демократический выбор Казахстана сформируем нового правительства кардинально меняется в целом в экономике ситуации а именно сейчас в Казахстане например размер минимальной заработной платы составляет 24 тысяч 459 тенге мы в своей программе заявили что буквально сразу мы установим минимальную заработную плату 70 тысяч тенге это частные компании это государственные учреждения просто не имеет права платить менее чем 70 тысяч тенге минимальная но реально это будет рыночная выше теперь в течении 4 лет мы полагаем что это будет увеличено до 140 тысяч тенге это будет минимальная заработная плата теперь вернемся к социальным другим вопросам сейчас пенсионеры получают будут с 1 июля получать чуть больше 60 тысяч тенге наша программа предполагает что пенсионеры будут получать минимум доплату со стороны государства 300 евро это порядка 100 ну больше 100 тысяч тенге не как сейчас там 60 то есть практически в два раза будет больше будет резко увеличена заработная плата врачам учителям то есть наша задача довести уровень заработной платы в несколько раз выше это фактически будет делано сразу поэтому когда вы говорите о этой программе о жилье вы должны понимать что у вас заработная плата будет как минимум в два раза больше относительно того что сейчас у вас есть потому что минимальная заработная плата 24000 тенге сейчас минимальная мы будем устанавливать минимум 70000 тенге поэтому это минимум в два раза больше исходя из этого вы можете считать экономику справитесь вы с этим или нет что еще я хотел бы отметить я хотел бы отметить следующий факт после того как был организован демократический выбор Казахстана прошло всего два месяца и где-то месяц назад мы вышли со своим первым проектом программы обратите внимание с 1 июля Назарбаев объявил что повышается пенсия приблизительно на 20% относительно прошлого года с 1 января следующего года на 20% увеличивается пособие для детей и все это сделано было после того как демократический выбор Казахстана заявил о своей социальной программе обратите внимание что когда недавно произошли события в ряде регионов страны когда произошло затопления мы сделали простое предложение что должна построена система водохранилищ по всей стране и буквально через несколько недель правительство принимает постановление правительства выделения свыше 70 миллиардов тенге и строительства 22 водохранилищ о чем все это вообще говорит как только появилась политическая позиция как только мы начали формулировать свои программы и как их решать эта власть начала пять лет назад и выполнять фактически то что должна делать она должна выполнять вопрос социального устройства страны все то что сейчас нынешнее правительство делает не соответствует нашим возможностям возможностям нашей страны возможности страны значительно выше я неделю назад рассказал о том как Назарбаев был похищен из национального фонда страны 4 миллиарда долларов США вы можете посмотреть видеоролик очень подробно все рассказывано до этого я рассказывал и показал как в короткое время были у страны украдены 30 миллиардов долларов все эти деньги да они украдены кто-то говорит но их уже невозможно возвратить как и мы будем возвращать это отдельная тема речь идет о том что эти деньги есть в стране они есть сейчас и мы должны правильно распределять и у нас будет совершенно другая экономика это совсем посильная задача в этой связи я хотел бы обратиться к нашим гражданам и сказать следующее сейчас у нас официально зарегистрированных членов ДВК около 10 тысяч человек это мы достигли где-то привезли за один месяц как только нас станет 100 тысяч мы будем являться серьезной политической силой и эта власть будет не просто слушать она будет к нам прислушиваться и будет выполнять то что мы требуем когда нас будет миллион вы увидите изменится кардинально вся ситуация в стране многие наши граждане говорят когда вы достигнет успеха мы достигнем тогда когда вы будете активными мы достигнем успеха тогда когда нас будет не меньше миллиона я обращаюсь к вам и говорю о следующем к сожалению мы вам можем пока предложить вступление в демократическую выбору Казахстана дистанционно специальная платформа телеграм фейсбук нами разработана и предложена для того чтобы мы могли вступить в демократический выбор Казахстана еще раз хочу сказать да может быть есть технические проблемы кто-то не знает как это сделать мы выпустили видеоролики которые объясняют каждый шаг как нужно вступить в демократический выбор Казахстана согласитесь с тем что прийти к знакомому соседу детям попросить объяснить им как это сделать как вступить в ДВК во много раз проще и безопаснее чем выходить публично на митинги требовать стоять около резиденции Назарбаева там у вас полиция вас потащит в участок у вас будут какие-то проблемы вам проще вступить в демократический выбор Казахстана и вы увидите мы сумеем решить все ключевые проблемы страны поэтому я обращаюсь еще раз к гражданам страны вступайте в ряды ДВК и вы увидите как очень быстро все поменяется и вы увидите Субтитры подогнал «Симон»